МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА СКРИП КЛИКОВОЙ ЧАСОВ 20.30 в Новосибирске области. Вы смотрите итоговый выпуск новостей ОТС в студии Екатерины Чахомирова. Здравствуйте. Коротко о главных темах. Только за последние два месяца в Новосибирской области произошло три несчастных случая на воде. Сейчас идут поисковые работы. Впереди для спасателей, пожалуй, один из самых сложных сезонов. Будни спасателей. После осмотра техники. Сразу на выезд. Машина упала в озеро. Погиб человек. Вот эти находки крупных конечностей мамонта уже отреставрированы и готовы к сборке макета. Они и станут основой скелета мамонта. Бивни мамонта как элемент конструктора, где можно увидеть скелеты животных доисторических времен. Некоторые были против такого памятника. Они говорили, что, вы знаете, очень большой памятник. Зачем в Сибири такой памятник? Ну, я же не город-герой. Здесь мог быть стадион или дом культуры, но появился мемориал памяти. Как без согласия советских вождей в Новосибирске открыли монумент славы. Сейчас об этих и других событиях подробно. На помощь региону придет центр. Вопросы транспортировки и реализации зерновых в Новосибирской области рассмотрят на заседании оперативного штаба Минсельхоза России. Необходимо найти варианты поддержки аграриев и спасения рекордного урожая. Напомню, продать его мешают низкие цены на зерно и нехватка железнодорожных вагонов. Хочу доложить, что те поручения, которые дал исполняющий обязанности губернатора Травников Андрей Николаевич, о том, чтобы работать в ежедневном, каждодневном режиме с министерством сельского хозяйства, с операторами грузоперевозок по Российской Федерации, они исполняются. И, наверное, многие обратили внимание, что его вчера не было на открытии этого форума. Он работал в Москве. По результатам его работы у нас состоялись вчера вечером и сегодня ночью переговоры с министерством сельского хозяйства в лице первого заместительного министра сельского хозяйства Хатова Джамбула Атхизировича, по результатам которого намечено на вторник, ориентировочное время потом скажем, мы его будем знать после 17 часов сегодняшнего дня, выездное заседание оперативного штаба Минсельхоза Российской Федерации в Новосибирской области в Большом зале будем проходить с целью именно обсуждения ситуации на зерновом рынке Новосибирской области. Обсуждали сегодня на агрофоруме и другую тему – кооперацию. По мнению экспертов, мелкие хозяйства первые в группе риска, потому что работают по старинке, не производят то, чего требует рынок. Выход в сотрудничестве – это и выработка логистики, и финансовая подушка, и защита прав. Но менять подход к сельхозотрасли надо на государственном уровне. Мы сегодня в Российской Федерации, к сожалению, потребляем на душу населения молока практически, можно сказать, в два раза меньше, чем в советское время, в два раза меньше, чем в Евросоюзе и во многих других странах. Поэтому у нас есть большой потенциал развития собственного рынка. Это серьезные программы стимулирования потребления через школьные, дошкольные учреждения, школьное молоко. Это и стимулирование потребления через различные программы, как, например, три молочных продукта в день. И, помимо этого, мы имеем большой потенциал выхода на другие рынки. Есть Китай, есть другие страны, которые закупают продукцию намного дороже, чем стоимость нашей продукции на внутреннем рынке. Древляне и викинги на мультимедийных экранах уже в это воскресенье. Новосибирцы смогут одним касанием к сенсорному экрану начать ледовое побоище. Исторический парк готов к открытию. Моя коллега Мария Черешнева одной из первых прогулялась по электронным лабиринтам истории. Первое, что увидят посетители, это некие рекомендации. Например, советуют следовать за указателями, держаться центра зала, заходить за тачскрин категорически нельзя. Вообще, исторический парк музеем называть неправильно. Здесь нет ни одного экспоната, только цитаты и мультимедийные экраны, в том числе с сенсорным управлением. Одно прикосновение, и вот ледовое побоище, будто снятое с воздуха. Друг другу навстречу идут войска Александра Невского и рыцари Ливонского ордена. Еще одно прикосновение, и столетиями позже под залпы пушек в море выходят вооруженные флотилии. Ярко, понятно, наглядно. Эта форма работы позволяет нам вместить практически весь школьный учебник. И мы с вами сейчас находимся внутри одного из разделов учебника истории. Он рассчитан на работу с большим потоком посетителей, и, конечно, школьников, детей, то есть людей любопытных, людей, желающих все понять, потрогать, попробовать на прочность. Пробовать можно, даже нужно. Не только стены, здесь светится даже пол. Вероятно, это сделано для того, чтобы, встав сюда, каждый мог почувствовать себя, будто в момент крещения Руси. Собственно, вот и князь Владимир, креститель. Это можно было бы принять за экспонат, но это мультимедийная книга. Достаточно ее открыть, и можно увидеть, как на страницах буквально проступает история. За всеми этими почти чудесами работа программистов, сисадминов, инженеров древнейшую историю на экран проецирует современнейшая техника. Это проекторы последней модели, у нас их здесь представлено около 300 штук. Также у нас вот такие вот интерактивные киоски, их более 200 штук. На монтаж у нас где-то уходит две недели, плюс неделю видеоинженеры настраивают сам контент. Контент – это на несколько раз проверены историками и экспертами факты. Не только самые выдающиеся победы России, но и самые черные ее дни. Новосибирский исторический парк – это федеральный проект. По стране точно так же история живет на экранах в девяти городах. Новосибирск – десятый. Экспозицию откроют уже в это воскресенье. Входной билет для ребенка – 50 рублей, для взрослого – 150. Все это под крышей гарнизонного дома офицеров, еще недавно, чуть не ставшего руинами. Были разрушены стены, сгоревший вход, и все было темно, грязно, черно, провалившаяся крыша третьего этажа и так далее. И вот за такой короткий срок я считаю, что это строители просто волшебники, то, что они сделали. Ну и на самом деле они подарили шикарный памятник нашему городу, и не только памятник, а именно исторический памятник. Это только начало. Министерство культуры планирует сделать почти весь военный городок историческим кластером. Местом концентрации памятных мест, музеев и зоной отдыха. Например, уже есть заявка на восстановление церкви, стоявшей здесь неподалеку. От нее остался один фундамент. Мария Черешнева, Артем Валевич, Новости ОТС. Сегодня утром неподалеку от поселка Ленева джип вылетел с трассы, упал в озеро. Погибла пассажирка автомобиля. Водитель тоже женщина, а смогла выбраться из машины самостоятельно. Ее доставили в больницу с переохлаждением, делали вентиляцию легких. Весь день спасатели проводили операцию по извлечению автомобиля из водоема. По делу проводится доследственная проверка. Это уже четвертый несчастный случай в межсезонье. Спасатели, которые как раз сегодня проводили осмотр техники, готовы оперативно реагировать. Но с началом холодов, гололеда и последующего ледостава на реках количество экстренных вызовов увеличится. Тема продолжит Елена Мирошниченко. Автомобили, катера, воздушные подушки, снегоходы и квадроциклы. В арсенале региона техники достаточно. Рапортуют сегодня представители аварийно-спасательных служб. Спасатели контролируют обстановку на земле, воде и с воздуха. Там МЧС выручает беспилотные летательные аппараты с тепловизором. С высоты птичьего полета разглядят места возгорания или, к примеру, пропавшего человека. Недавно купили новые квадрокоптеры с большими возможностями. Летают быстрее и снимают на 360 градусов. Ситуацию можно мониторить онлайн. Людей не хватало для того, чтобы прочистить местность и кому-то помочь. С помощью данных аппаратов эта возможность увеличилась в разы. Данные аппараты быстро разворачиваются и уже в течение нескольких минут мы можем вести оперативную обстановку в радиусе до 5 километров. Докупили и снегоходы, и квадроциклы. Отряды спасателей есть по всей области. Сегодня на площадку отряда «Западный» в Новосибирск приехали берчане и кочаневцы. Те, кто отвечают за обстановку на воде и земле, работают в плотной связке. Тренированные, молодые, знающие, вот это самое главное, не теряющие, соответственно, самообладание в любой ситуации и умеющие принять решения. Зима на пороге, а значит, забот у спасателей много. Льдом реки до озера пока не покрылись, но плавать маломерным судам запретили еще с 23 октября. Без нарушителей не обходится. Да и фронт работ большой, водоемов в регионе много. Личного состава, как и в центре ГИМС, не хватает на такое количество. У нас сейчас находится 28 тысяч маломерных судов на учете. А людей всего 42 госинспектора. Конечно же, не хватает, вопросов нет. Но самый главный костяк в центре ГИМС остался. Костяк знает свою работу. Подразделение расположено везде, где есть водные объекты. В прошлом году несчастных случаев на воде осенью и зимой зафиксировано не было. Зато в этом уже три. Идут поисково-спасательные работы. Но, увы, пропавших людей пока не нашли. Елена Мирошниченко, Алексей Зубила, Новости ОТС. Сегодня во Всемирный день качества. Каждый новосибирец мог проверить топливо, которым заправляет свой автомобиль, в передвижной лаборатории. Прямо на заправке специалисты определяли октановое число, экологический класс и другие параметры топлива. Время за 30 секунд, чтобы нам сейчас покажет 30 секунд подождем. Это устройство работает по принципу рентгена. За полминуты можно определить содержание серы. Полный анализ, а это десятки показателей, занимает около часа. При этом исследуют как обязательные характеристики в соответствии с техрегламентом таможенного союза, так и дополнительные свойства топлива, сказывающиеся на работе двигателя. Октановое число по моторному методу, по исследовательскому методу, фракционный состав, плотность, химические свойства, физико-химические свойства, массовая доля серы, температура вспышки в закрытом тигле, дизельного топлива, предельная температура фильтруемости дизельного топлива, объемная доля углеводородов. Автомобилисты знают, искусственно повысить октановое число можно с помощью присадок. Определить их нетрудно, например, от марганца краснеют свечи. Но лучше проверку доверить профессионалам. На всю страну 9 мобильных лабораторий. И одна из них у нас, в Новосибирске. Все методы определены, должны быть, ну, постовскими. Во-первых, оборудование должно соответствовать всем требованиям, да, проверять, проходить соответствующие, так сказать, поверки, аттестации, да, ну, своевременно, да, периодичность есть у каждого оборудования единицы. Один из главных показателей дизельного топлива – температура фильтруемости. Прибор делает несколько проверок, каждый раз понижая температуру на 1 градус по Цельсию. Это будет важно уже через месяц. Новосибирский дизель должен выдерживать до минус 32. Однако исследования показывают, что мотор будет работать и при 50-ти мороза. Байкер Константин только что вернулся из более теплых мест, ездил по Европе. Намотал 14 тысяч километров. Европейский бензин по ощущениям все-таки лучше российского. Это вот по косвенным признакам именно по расходу. То есть если в России у меня мотоцикл потребляет порядка 6 литров, то Европа это от 5,5 ниже. Впрочем, это соотношение меняется. В Новосибирске уже можно купить бензин марки 100. А сегодня водители приносили по несколько проб, чтобы определить, какое топливо использовать для поездок. Сергей Толмачев, Евгений Агеев, Новости ОТС. Сегодня сотрудники горжил инспекции начали проверять, как коммунальщики справляются с гололедом. Ситуация сложная. Только за одни сутки в скорую помощь обратились больше 70 новосибирцев после травм на скользких тротуарах. Инспекторы говорят, самый эффективный способ посыпать асфальт песком до того, как заледенеет снег. В большинстве районов Новосибирска этого не сделали. И после первого же ночного похолодания город превратился в каток. В ближайшие сутки температура воздуха опустится еще ниже. И сегодня же федеральная сеть автосервисов объявила о начале акции по проверке тормозов. На станции техобслуживания эксперты проверяют, в каком состоянии система, вырученные за услугу средства, пойдут на строительство детских автомобильных городков. К сожалению, в наших учебных программах, например, в школах, практически минимальное количество часов по обучению правилам дорожного движения. И по большей части это обучение теоретическое. Мы обязательно этот проект реализуем и построим, не знаем пока сколько, но сколько-то детских автогородков. В Новосибирске акции уже поддержали главврач детской больницы и президент Федерации автоспорта. Авторы идеи рассчитывают, что многие не пожалеют времени и средств на социальный проект. Организаторы заявляют, ежедневно в стране происходит масса ДТП, причина которых неисправность машины. И напоминают, экономить на запчастях и диагностике нельзя. По нашей статистике, то, что мы видим, очень часто люди экономят именно на этой части. Со светительными приборами, ну, как-то люди меняют, да, не экономят, не такой дорогой элемент. А вот что касается тормозных дисков, тормозных колодок, тормозной жидкости, да, мы видим, что люди экономят на этом, говорят, а еще поездят, да, в результате мы вот видим состояние, в котором ездят люди. Это информационные итоги дня, прямой эфир. И смотрите далее в нашем выпуске. У меня сын стоит на учете. Сын вылечивается, выздоравливает. Очень рада этому будет, отмечается. Есть даже всякие разные, такие рациональные соображения, что фотографии в состоянии записывать какие-то энергетические потоки, которые в этот момент проходят. Команда проявила максимальную самоотдачу. В каждом моменте боролись за мяч, пытались перевести кубок Новосибирск. О, как все запущено. За здоровьем надо следить и к доктору ходить на плаферактику. Да, а то будем девочеку. А это так неприятно. Застрахованные граждане по полюсу обязательного медицинского страхования приглашаются для прохождения диспансеризации и медицинских осмотров. Как стать лучшим в своем деле и вывести бизнес на новый уровень? 3 декабря в Новосибирске Игорь Ман и Барри Алибасов поделятся своим опытом. Успей купить билет. 207-81-13. 207-81-13. Мэр Барабинска Максим Овсянников сложил полномочия. Заявление об отставке местный совет депутатов принял единогласно. Напомню, еще в августе городоначальника обвинили в халатности. В Барабинске не расселяли людей из ветхого жилья, хотя деньги на эти цели выделяли регулярно. А осенью Барабинск прославился в соцсетях тем, что там появилась автобусная остановка за полмиллиона рублей. К другим темам. Полвека, монумента славы в фотографиях и воспоминаниях. Сегодня на мемориальном комплексе открыли экспозицию, посвященную возведению скульптурной композиции у вечного огня. На этом месте мог появиться стадион или дворец культуры, рассказывает Анатолий Харитонов. Для Ольги Александровны монумент славы – это не только памятник воинам-сибирикам. Скульптурная композиция с пилонами и вечным огнем напоминает ей об отце, художники, который проектировал это гигантское сооружение. Некоторые были против такого памятника. Они говорили, что, вы знаете, очень большой памятник. Зачем в Сибири такой памятник? Ну, он уже не город-герой. Москва город-герой, Летербург города-герои, Сталинград, Волгоград. Но с другой стороны, у нас же столько людей погибло. Сибирская дивизия буквально отстояла Москву. Дочь знаменитого новосибирца вспоминает. Отец даже летал в столицу, чтобы защитить проект в Министерстве культуры СССР. Художественному совету Александр Чернобровцев представил макет грандиозного сооружения. Пять пилонов, из них четыре – с именами погибших воинов. По замыслу автора скульптурной композиции, один пилон должен быть как чистый лист. Свободное место нужно оставить для фамилии тех фронтовиков, которых ищут и когда-нибудь найдут на полях сражений. Художник как в воду глядел. Изначально на пилонах было 29 850 фамилий. Теперь, благодаря поисковым отрядам, их 30 266. Это жители областного центра, которые значились в призывных книгах районных военкоматов. Те, кто погиб и на кого пришли похоронки. В 60-е годы, рассказывает историк Владимир Шумилов, по всей стране возводили памятники героям Великой Отечественной. Многие работали, что называется, на общественных началах. В Новосибирске Александру Чернобровцеву помогал первый секретарь Кировского райкома партии Владимир Волков. Договорился с предприятиями, мобилизовал строителей. К 40-летию победы монумент славы реконструировали. К 85-му году заменили все плиты с буквами. Те уже разрушались. Те были бетонные, а мы сделали из нержавеющей стали и бронзовые буквы. Поставили оружие победы. Его тоже тогда не было. Мы отобрали основные виды оружия, к которым имели отношение наши предприятия. Здесь появились гаубица и пушка. Сепсельмаш делал снаряды. Самоходная артиллерийская установка и танк Т-34. Предприятие «Электросигнал» изготавливало для них радиостанции. Самолет Як-9. Детище завода имени Чкалова. Парк площадью почти 2 гектара. В списке объектов культурного наследия России. Утром он встретил полувековой юбилей при параде. Анатолий Харитонов, Константин Менин, Александр Ведерников. Новости ОТС. Продолжаем выпуск. В регионе появится совет по ЖКХ. В него войдут специалисты жилищной инспекции, представители ресурсоснабжающих предприятий. Задача – информировать жителей об изменениях в коммунальном законодательстве и определять тарифы на услуги. Как отметил начальник Государственной жилищной инспекции региона Евгений Пономарев, с начала года вынесли более тысячи предписаний управляющим компаниям. Я свел свод проверок предупреждений. 67% исполнения, 33% не исполнено. Тогда я вас спрашиваю, управляющей компанией, ТСЖ, а почему такое отношение? Там должно быть исполнение 99,9%. Вы же сами хотели. Мелкие нарушения отдавайте нам, мы их быстро будем устранять, мыть, убирать, вкручивать. Лампочки, домовое освещение, запирающие устройства на дверях. 33% не исполнено. То есть формально у нас по трети вот этих вот предупреждений возникает право, желание пойти в проверку. В Новосибирском государственном университете вскоре появится свой мамонт и шерстистый носорог. Мини-экспозицию готовят сотрудники Института археологии. Из экспедиции на реке Омь ученые привезли целую коллекцию костей доисторических животных и начали собирать скелеты. За процессом наблюдали мои коллеги. В данном случае позвонок мамонта. Грудной отдел, он довольно сильно разрушен, и чтобы можно было его использовать в нашем сборном скелете мамонта, его надо отреставрировать. Трещинки в окаменелостях бережно заливают клеем, убирают излишки, стягивают, восстанавливают форму найденного позвонка. После ремонтируют, наращивают специальным акриловым гипсом отломанной отростки. Деталь подгоняют под размеры будущего скелета. Как и большинство других костей, этот позвонок привезли с побережья реки Чумыш, археологи из Новосибирского госуниверситета. Находки довольно редкие. Популяция мамонтов на территории юго-западной Сибири была немногочисленной. Скелет палеонтологам предстоит собрать из костей разного калибра. У мамонтов очень сильна и половая, и индивидуальная изменчивость, то есть кости разных размеров, от разновозрастных особей. А на скелет нужно подобрать на сборную, чтобы они были как бы от одной особи. Ну, по крайней мере, чтобы по размерам сильно друг от друга не отличались. Специалисты ориентируются на размер черепа. Дальше из большой коллекции отбирают подходящие для макета окаменелости. Семь шейных позвонков, восемнадцать грудных и пять поясничных. Ученые собирают скелет мамонта, словно конструктор. Из акрила делают искусственные кости. От настоящих не отличить. Коллекцию так называемых деталей пополняют не только в экспедициях. Сегодня рок-бизона университету подарил Денис Ехамов, для которого поиск окаменелости – давнее хобби. Этот рок передал мне мой коллега по работе. Его отец Шелагин Владислав Владимирович нашел вот этот рок, строя дачу. На глубине одного метра откопал его. Вот 30 лет у него в гараже пролежал. За 20 лет увлечения палеонтолог-любитель собрал богатую коллекцию окаменелости и большую часть подарил детям. Прикоснуться к древнейшей истории сегодня удовольствие не из доступных палеонтологических парков в России единицы. Отдельные экспонаты скелетов можно увидеть в Новосибирском краеведческом музее, Институте археологии, а совсем скоро и в одном из павильонов НГУ. Первый экспонат – шерстистый носорог. В основу этого скелета, за основу мы взяли вот этот череп носорога, найденный в Новосибирской области на реке Омь в районе деревни Чуклайда, с очень таким поэтическим названием Чуклайда. Судя по всему, этот череп принадлежал самке, такой достаточно взрослой. Из экспедиции на реку Омь археологи вернулись с двумя почти одинаковыми черепами носорогов. В шутку прозвали их Чук и Гек. Теперь у одного постоянная прописка в музее Новосибирского Госуниверситета, другой пока изучают палеонтологи. Для носорогов Сибирь – родная территория, археологи часто находят их останки. Более редкие – кости пещерных львов и медведей. Тем не менее, скелеты этих хищников также планируют собрать в Академгородке. Екатерина Киселева, Александр Ведерников, Новости ОТС. В областном наркодиспансере организовали психологические тренинги для родственников людей, страдающих алкоголизмом. Рассказывает Наталья Цобина. У меня сын стоит на учете. Сын вылечивается, выздоравливает. Очень рада этому. Ходит, отмечается сюда. Но я хожу тоже, пытаюсь понять, почему происходит в жизни наших близких такое. Они не хотят попадать в объектив телекамер. Стесняются своего статуса. Родственники людей с наркологической зависимостью. Спокойно чувствуют себя разве что в таких группах помощи. Создать их в наркодиспансере решили, проанализировав звонки на горячую линию. Если в начале 2000-х годов мы навязывали эту работу, приглашали, очень пропагандировали, то сейчас чаще вот этот запрос получаешь именно от родственников и больных. Жить с алкоголиком или наркоманом тяжело не только психологически. Со временем появляются гипертония, язвенная болезнь, депрессия, невротические расстройства. Как выходить из ситуации без отрицательных эмоций, без саморазрушения? Это вопросы, на которые в таких группах помогают найти ответ. Волнует родственников и то, как убедить человека выйти из зависимости. Нету никакой там супер таблетки, супер слов каких-то легких, чтобы он взял и не употреблял просто сразу. Данные группы направлены скорее на навыки проживания с данными, зависимыми своими. То есть, как общаться с ними, как жить дальше, как существовать. Ну, в идеале, конечно, как привести на реабилитацию. Родители, супруги, дети – группа анонимная. Прийти за помощью может любой желающий. Обращался дедушка, внучка которого злоупотребляя алкоголем, дома разжигала костер по вечерам. И, в общем-то, он с ней никак не мог справиться, потому что органы полиции приезжали и уезжали. Психиатрическая больница тоже ее не заберет. То есть, здесь только монотонная работа с дедушкой, как ему все-таки убедить внучку в том, что она больная, и привезти ее лечиться. За одно занятие не справиться. Сначала индивидуальная консультация, разрабатывают план. И мы более-менее живем, существуем. У нас теперь у каждого свое пространство. Мы не стараемся не перешагивать через это. Нам легче жить. Как и сыну моему, так и мне. Почему отрицательный результат может быть даже в случае, если человек успешно прошел курс реабилитации? Где и когда проводят групповые встречи? Смотрите «Воскресенье» в 13.15 в программе про здоровье. Наталья Ацопина, Сергей Жданов, Новости ОТС. И о новостях культуры. Лучшие театральные постановки и режиссеры Новосибирска. В мегаполисе готовятся к традиционной церемонии вручения премии «Парадис». 20 номинаций. Лауреатов назовут 20 ноября. Именно здесь мы должны быть поддерживающим звеном. Потому что, конечно, в общественной организации нет тех финансовых средств. Естественно, Министерство культуры будет из года в год только наращивать. Потому что должен быть один важный фестиваль, подводящий итоги театрального сезона. Из новинок этого года конкурс «Театральные фотографии». Работы новосибирских мастеров посвящены как раз постановкам-номинантам. Как уверяют конкурсанты, энергию спектакля можно передать даже в одном стоп-кадре. Есть даже всякие разные такие рациональные соображения, что фотография в состоянии записывать какие-то энергетические потоки, которые в этот момент проходят в том, что фотографируются. И, конечно, фотография дает возможность более внимательно рассмотреть те нюансы, которые... Ну, видео для одного, а фотография для другого. Хоккеисты команды «Сепсельмаш-2002» вернулись в Новосибирск с малым Кубком мира. Наши спортсмены провели шесть победных игр. С обладателями Кубка встретился Константин Бухтатов. Сразу скажу, что команда строилась очень сложно у нас. Менялись тренеры. Здесь надо сказать, что, в принципе, успех, это, наверное, такой успех, даже не тандем, тренер и команда, а триумвират такой, треугольник, тренеры, команды и родители. Потому что здесь надо дать должное родителям, они боролись за этот возраст. Был тот момент, когда команда вообще могла не стать? Ну, не то, что не стать. Команда в любом случае была бы. Просто она, возможно, таких результатов не достигла бы. Это однозначно. Спустя 20 лет Малый Кубок мира возвращается в Новосибирск. Путь к этому небольшому по размеру, но большому по значимости трофею был непростым. Три года назад заслуженный тренер России Александр Савченко возглавил команду. Но легендарного тренера и талантливых парней было недостаточно. Родители помогали как могли и чем могли. Поэтому 3-0 в финале турнира против шведов – заслуга всеобщая. Считание не отражает. Турнир нелегко отдался. Вот мне легче давалось в 96-м году, когда рязанцы Насонов обыграли. Вот там легко. Сейчас шведы очень техничные стали, очень доромобильные. Просто здесь как бы, ну, может быть, здесь сейчас патриотизма больше стало у ребят, понимаете? Вот. За родину, за... Первая за родину, вторая за Новосибирскую область, за город и за свой маленький вот этот стадион. 15-летние хоккеисты во главе с капитаном Денисом Марковским через примерно 5 лет планируют закрепляться в основном составе Сипсельмаша. Руководство детской школы и тренеры считают из этого состава попасть в большой бенди по силам сразу нескольким игрокам. Команда проявила максимальную самодачу. В каждом моменте боролись за мяч. Пытались перевезти кубок в Новосибирск, так как он 20 лет уже не был здесь. Ну, Денис, расскажи, когда в Сипсельмаш тебя видеть будем? В основном. Ну, надеюсь, в ближайшее время. Такой была информационная картина дня. 9 ноября в студии работала Екатерина Тихомирова. Спасибо за внимание и до встречи. Субтитры сделал DimaTorzok Новосибирской области на сайте вн.ру Новосибирск. 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 Секунду порывы до 15, влажность 85%. Температура ночью и днем от 0 до минус 2. В последующие 2 суток временами осадки в виде снега. Температура воздуха в субботу днем опустится до минус 11, в воскресенье минус 5, минус 7. На этом вам в погоде все. Я желаю вам всего самого наилучшего и до встречи. Субтитры подогнал «Симон»